Добра и радости, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Мазылев и сегодня я вам расскажу, как кроить кожу с помощью так называемого линейного хвата. Линейный хват наиболее подходит начинающим кожевникам, ввиду того, что для его использования нам необходимы самые простейшие инструменты и принадлежности. Ну, во-первых, значит, нам с вами, конечно же, нужен нож со сменными лезвиями, которые наиболее подходят начинающим кожевникам. Да что там грех отойти, я и самого до сих пор использую и с большим успехом. Подходит он нам тогда, когда мы с вами краим кожу на достаточно длинные разрезы по металлической линейке или по какой-то другой поверхности. Значит, и поэтому самое первое, что нам с вами, конечно же, будет необходимо для раскроя кожи, это нож со сменными лезвиями. Модель лучше взять подороже, с таким прижимным винтом, чтобы у нас с вами край лезвия не сильно болтался. Нужна будет какая-то подкладка для того, чтобы лезвия у нас с вами не сильно тупились. Раз, второе, данная подкладка должна будет не оставлять борозд на ней. Должен нож. Лучше всего использовать специальный раскроенный мат, который купить можно, в принципе, в любом магазине, ну, наверное, для кройки шитья, типа иголочка, типа швейный мир, в Леонардо, да в комусах полно-полно подобного рода матов. Не нужно брать большой формат, в принципе, формата А3, А4 вполне нам с вами хватит для наших нужд. Что хорошо, дополнительно на данном мате у нас с вами есть вот такая вот раскроенная сетка, которая нам с вами поможет без дополнительных измерений раскраивать кожу по параллельным и перпендикулярным линиям. Соответственно, нам с вами нужна какая-то либо металлическая линейка, по которой мы с будем производить раскрой. Абсолютно любая. Я, по-моему, в комуси себе взял какую-то вот такую. У меня их несколько размеров, от 15 сантиметров до 1 метра. Значит, как производить линейный хват? Для начала хват ножа. При линейном хвате мы с вами должны брать нож, упирая его в середину ладони. Видите? То есть, у нас с вами большой и средний палец берут нож с обеих сторон. Указательный палец у нас с вами кладется на вершину ножа. Далее у нас с вами нож ставится под углом примерно 45 градусов по отношению к раскраиваемой коже. Мы с вами размещаем на коже какие-то либо необходимые нам измерения. Далее прикладываем металлическую линейку и плотно ее прижимаем. Желательно это делать стоя для того, чтобы у нас с вами в конце не возникало вот такого соскока, как бы и вот такого полукруглого завершения. Это очень часто бывает не только у начинающих кожевников. Значит, подобного рода раскрой лучше всего подходит, ну, достаточно жестких кож, к примеру, Краст, Юфте, Крейзик. Вот. Для мягких и тянущихся, типа Напа, Овчина, Лайка. Вот он не совсем подходит, там лучше другие методы использовать. Ну, в принципе, начинающим кожевникам-то лучше всего с Крастами работать, что там говори. Итак, продолжаем. Значит, прикладываем металлическую линейку. Желательно ее достаточно плотно приложить, поэтому я делаю линейный раскрой всегда стоя. Соответствующим образом я плотно прижимаю большим и указательным палец. Акцент я делаю сюда вот на большой палец для того, чтобы у нас вот как раз, как я уже говорил, линейка не соскальзывала. Далее, значит, я ставлю нож где-то под углом градусов 45 по направлению к раскрою. Если у нас с вами нету технической задачи уменьшить себе количество пальцев, желательно пальцы за линию линейки не выносить. Поверите мне, очень частые случаи начинающие режутся на раз. Поэтому обращаем на это внимание. Далее я прикладываю нож под углом 45 градусов и легкими движениями я произвожу раскрой кожи. Что бы я хотел подчеркнуть? Значит, во-первых, не нужно нам с вами пытаться раскроить кожу с одного реза, как самурай, который разрубает своего соперника от плеча к пояснице. Красные режутся легкими секущими движениями один и более раз для того, чтобы нам с вами рез был наиболее ровный. То есть, видите, я не делаю никаких усилий, а вот буквально слегка в одно-два движения произвожу раскрой. Второе. Раскрой мы с вами производим кончиком лезвия, поэтому, то есть, на это следует обратить внимание, чтобы кончик у нас с вами всегда был острый и почаще, то есть, собственно говоря, можно менять сами лезвия. То есть, у нас где-то приблизительно угол должен быть 45 градусов и под этим углом у нас с вами должны производиться раскроенные движения. Ничего сложного нет. Купите небольшой кусочек кожи, пошинкуйте его в лапшу, моментально освоите данный технический прием. Надеюсь, мои сегодняшние советы были кому-то интересны и полезны. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, на которые я буду стараться отвечать. Ну, а если кому хочется по-серьезному обучиться работе с кожей, милостью просим на наш сайт, где написаны всяческие образовательные программы, соответствующим образом. Ссылка у вас будет под роликом, милости просим, по ней проходите и смотрите. С уважением ко всем, Алексей Мазалев.